Зачарованные сады Лиль Рос, департамент Вальдемарн Этот сад родился от любви одного человека к одному цветку. Сделав состояние в торговле, Жюль Гравро покупает это имение в 1892 году и начинает коллекционировать розы. Коллекция разрастается, и он приглашает садового дизайнера Эдуара Андре спланировать первый сад, полностью посвященный этому цветку, то есть первый розарий. За 15 лет Жюль Гравро собрал в своем саду полную коллекцию розовых кустов со всего мира. Гениальная идея состояла в том, что он захотел создать нечто прекрасное из розовых кустов. Это был частный сад. Он хотел доставить удовольствие самому себе, и это чувствуется даже сегодня. Это счастье и удовольствие. У нас 16 тысяч розовых кустов, 3-4 тысячи сортов и разновидностей. Вы можете найти здесь все разнообразие роз. Разнообразие в форме оттенков, листьев и плодов. Розарий Лель Рос – это огромная природная энциклопедия. Розы здесь представлены в различных формах, начиная с обычной кустовой. Например, один и тот же сорт представлен в двух формах. Вот форма, которую называют плакучей, с двухметровым наклоненным стеблем. Но тот же сорт может иметь и ползучую форму. Жюль Гравро создал в свое время десятки новых сортов роз. Сегодня назначение Розарии состоит в том, чтобы спасти от исчезновения старинные сорта. Мы в самом центре живого хранилища роз, известных нашим предкам. Вне всякого сомнения, римляне, люди средневековья и вообще люди до 18 века знали только вот такие розы. Затем наступила эпоха путешествий, в том числе ботанических, эпоха обменов. В Европу были завезены розы из Китая и Японии. Они отличались более длительным периодом цветения. Активно шла гибридизация. Понемногу современные розы, более яркие и цветущие дольше, вытеснили старые сорта. Но нежная прелесть этих сортов со старинными ароматами привлекает все больше поклонников. Ведь мода на розы пройдет еще не скоро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok